21 медаль, 12 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых. Именно столько привезли с открытого кубка из Беларуси саратовские синхронистки. Сегодня мы с девчонками проведем целый день. Пока они разминаются, мы к ним присоединимся. Раз, и два, и шесть, семь, восемь, раз, вытянулись, два. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Анна, я позанималась 2 минуты. Даже сидеть ровно просто очень сложно. Сколько часов в день девчонки тренируются? Ну, минимум, наши дети тренируются 3-4 часа в неделю, сухая тренировка, и 3-4 часа на воде проводят. Тренировки, на самом деле, очень сложные, очень много на координацию мы работаем, и много на физподготовку. Что за программа была, с которой вы выиграли, как идея пришла? Ну, придумываем мы спонтанно, смотрим на своих детей, пытаемся их прочувствовать, и уже отсюда просыпаются образы. Может быть, вы спрашиваете их музыкальные предпочтения? Я правильно понимаю? Егор Критов всех любил, но мы, конечно, под него не ставим. Это Настя Маслова. Эта девочка в прошлом году, по словам тренеров, пришла к ним, не умела плавать. А сейчас эта девчонка танцует соло. Ей поставили программу собственную. То есть вот эти все движения она делает под водой, да? Вот как-то так кажется, что так легко, она ручка... Да, что и легко, она ручками шевелит, да, и наверх поднимает, и вниз. А на самом деле это выполняется движение вниз головой, когда ноги вверх, когда вы встаетесь в вертикаль. Что делать, если падает вот щепка вот эта? Он называется зажим для носа. В этот момент, как говорит строгий тренер, никогда нельзя прекращать программу. Как так прически держится? У нас все довольно-таки просто. Мы используем пищевой желатин. Мы разводим его в кипятке, наносим его на волосы, он становится твердым, что у нас ни одна волосинка не вылезет. Как надевать вот этот вот зажим? Щепку, как я ее назвала. Я вас научу упражнение, которое самое элементарное. Приходят малыши и делают звездочку на воде. Звезда из меня, конечно, никакая. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...